Дорог в районе Усатого Для того, чтобы добиться диалога с властью, местные жители вынуждены перекрывать движение грузовиков уже третий раз за неделю. По словам самих митингующих, движение фур создает аварийный риск на дороге и разрушает их дома. Дети боятся переходить дорогу. И сказали, мы вам сделаем дорогу, только пустить фуры. Вы скажите, голова должна взять такие обязательства и потом как людям смотреть в очи? Если мы стоим бесплатно и сами, просто уже достало, понимаете это? А где же наша влада? Также, по словам митингующих, правоохранители уже согласовали новую схему проезда. Полицейские обещали, что скоро здесь появится еще четыре дорожных знака, ограничивающих проезд транспорта с грузом больше 24 тонн. Те службы, которые необходимы заниматься перегрузом транспортных средств, они, будем говорить так, не до конца добросовестно свою работу выполняют. К чему это привело? Если поедете по улице Грушевского, вы видите разбитую дорогу. Наш село находится на катакомбах. И та дорога, по которой сейчас едут грузовые транспортные средства, была построена в середине прошлого века, где самое большое транспортное средство, это был ЗИЛ грузоподъемностью 5 тонн. На нашу проблему, которая существует уже не один год, более пяти лет мы уже занимаемся конкретно, а эта проблема существует более десяти лет. Пока никто не обращает внимания. Водители грузовиков из-за жары и потери времени не сдерживали эмоций. Это магистраль! Магистраль! Вы все зеленые, ничего не понимаете! Вы прерываете торговую сеть Украины! Проскор не работает! Жители пяти поселков перекрывали движение грузовому транспорту на Кривой Балке, Хаджибейской, Балтской, Лиманной и Объездной дорогах. Местные депутаты направили обращение в Одесский горсовет. Это наше обращение к Одесскому городу по данной ситуации. Есть какая-то уже реакция на это? Из-за огромных пробок перегруженных фур страдали и водители большегрузов, которые соблюдали нормы, и легковые машины. Споры продолжались с самого утра и до трех часов дня. Яблоки на Белизе, понимаешь? Пароход вот сейчас грузится. Я поехал в Гусатого за дозволами, чтобы взять дозу международный для проезда. Гусатого, оно мне надо? Поставили бы там его в Парупном, в Черноморске, ну так или нет? Поставили бы на Киевской трассе. Что это за мараж? Я виноват. Хорошо, а как предлагаете людям решить проблему? А теперь смотрите, следующий пароход в пятницу. Что я предлагаю? Вы сейчас придете в магазин, а там не будет ни колбасы. Я не ем колбасы. Я в общем говорю, там не будет ни курей, ни рыбы, вообще нигде ничего, там ни помидор, ни огурцов. Да будет все это. Да ну не будет, вот оно все вот здесь стоит. Я вас приглашаю выйти сюда, постоять вместе с нами, за час ваши колбасы, ничего не... Я сюда приперся, скажем так, 14 часов дороги для того, чтобы вот здесь с вами топтаться. Мы два года уже терпим ваши дальнобойщицкие машины, которые уничтожили наше село, которые ружатся в катагон, и потихоньку мы уходим под землю. Это не дальнобойщики, нигде ничего, еще раз говорю. Если ситуация не изменится, местные жители снова будут выходить на акции протеста, а это чревато очередным транспортным коллапсом. Дмитрий Богомолов, Анастасия Пивоварчук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.